Добрый день, дорогие пятиклассники! Сегодня мы с вами проведём второй урок по теме «Средняя арифметическая нескольких чисел». Перед вами на экране цели сегодняшнего нашего урока. Пожалуйста, ознакомьтесь с ними. Залогом успешной работы на уроке математики всегда служит устный счёт. Сейчас мы с вами посчитаем устно, а заодно и проверим материал прошлого урока. После вычисления проверьте себя, пользуясь ссылкой. Хорошо ли вы помните определение среднего арифметического нескольких чисел? Сейчас проверим. Приготовились. Кручу-верчу, всех запутать хочу. А теперь ищем верное утверждение. Нашли? Проверьте себя, пользуясь ссылкой. И снова к нам спешит неугомонный вопрос. Сегодня он прибыл к нам на урок из волшебной страны. У сказочных героев возникли совсем несказочные вопросы. И они просят помощи у нас с вами. Прочтите задачу о сложном пути кота Леопольда в гости к бабушке. Скорость его движения несколько раз менялась. Какова же средняя скорость Леопольда в таком случае? С нелегким вопросом встретились и три брата из сказки «Конек-горбунок». Помните их? Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица та была недалеча от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с набитой сумой возвращались домой. Братьям нужно определить среднюю урожайность пшеничных полей и среднюю цену выращенной ими пшеницы. И мы с вами, ребята, снова делим большой вопрос на маленькие вопросики, которые помогут нам выбрать правильное направление для дальнейших действий. Отвечая на эти вопросики, контролируйте себя, пользуясь ссылкой. Для начала попытаемся представить себе, а что же такое средняя скорость? Внимательно прочитайте информацию, которую видите на экране. А теперь мы сформулируем определение средней скорости движения. Составим алгоритм ее нахождения. И поможем коту Леопольду найти среднюю скорость его движения на пути к бабушке. Запишите решение задачи в рабочую тетрадь. Сформулируем определение средней урожайности. Составим алгоритм ее нахождения. И поможем трем братьям-фермерам найти среднюю урожайность пшеничных полей. Решение задачи также запишем в рабочую тетрадь. Нам осталось дать определение средней цены товара и составить алгоритм ее нахождения. Только тогда братья-фермеры правильно вычислят среднюю цену выращенной ими пшеницы. Решение задачи обязательно записываем. А теперь, ребята, самостоятельно поработайте с учебником. Подробный план работы вы видите на экране. Успехов! Проверьте себя. Решение, которое вы видите на экране, предназначено для тех, кто самостоятельно не смог решить задачу. Подводя итоги нашего урока, ответим на вопросы, которые видите на слайде. Запишите домашнее задание. А сейчас выберите смайлик, который лучше всего уловил ваше настроение на сегодняшнем уроке. Всего доброго, ребята! Урок закончен.